привет мои хорошие мои подписчики гости моего канала мои зайчатки сегодня у нас с вами не помню который день короче мы будем гулять на улицу нас очень холодно там 20 или даже 19 градусов очень сильный ветер не знаю вот видно вам мотает деревья там очень холодно на балконе тоже холодно я вышла на балкон чтобы посмотреть как там на улице прошел парень у право пухленький такой был ему наверное тепло но в майке в штанах но в майке этого непонятно то ли холодно то ли нет короче сегодня мы с вами идем снова гулять не знаю получится меня заснять на камеру что-то или нет вчера я вам снимала скорее всего вчерашний день я очень очень мало скорее всего засняла вот и наверное их придется вместе соединить я так думаю потому что вчера я начала снимать в магазине я уже до этого там снимала несколько раз то есть было все в порядке меня даже замечали как бы все норма был вчера подошел парень знаю каким образом он увидел что я снимаю причем я знала что он находится сзади меня на другом ряду то есть я его заметила вот думаю пока на другом ряду я быстренько засниму как бы я стояла ему так вот спиной быстренько поснимала положила в карман как вот ну у меня вот здесь вот был кармашек как в этом сумка блогера и иду дальше и слышу сзади себя здравствуйте я думаю мне что ли сколько раз я уже ходила никогда так не подходили сзади и еще и здороваются но я думаю наверное не мне иду дальше он ко мне подходит я где-то там остановилась что-то смотрю мне что-то надо он подходит говорит а с какой целью ведется видеосъемка я такая думаю блин а где моя камера вроде моя камера где-то этом сумке уже лежит думаю смысле так ну ладно там видно что-то не такой уж прям срачом никто вот думаю камера вроде я убрала я уже причем ее положила уже несколько шагов прошла и тут у меня вдруг вопрос в лоб игры да так говорю просто так для себя вот ну смысле зачем для себя снимать вот а я уже остановилась около какие там секаторы лежат там какие-то вот такие вот вещи мужские то есть для мужчин да мне это вообще говорю не надо говорю зачем мне это ну как вы только что вот это снимали я думаю нет горе не снимала это говорю зачем мне это надо я просто вот я просто говорю здесь иду вот ну вон там вы снимали но для себя говорю у меня плохая память говорю мне вот хоть что-то запомнить а вечером я прихожу домой включая к телевизору подключаю камеру и говорю смотрю где вообще я была у меня действительно плохая память я замечаю уже честно говоря что у меня память очень меняется такая становится хуже я замечаю то что я не помню что было вчера не очень с трудом я очень это вспоминаю почему-то последнее время вот я уже прям это часто довольно замечаю вот а когда смотрю через камеру то есть свои видеоролики которые я засняла у меня как-то уже пульмей начинают запоминать второй и третий раз так вот посмотришь вроде что-то там я запомнила стояга странно но это же сколько надо вроде а какой же это надо вроде иметь компьютер ну чтобы так вот все это сохранить вот я просто промолчала думаю сейчас скажу знаете мне хороший компьютер у меня там это и толстка начало снимает постоянно ну развернулся вроде ушел поэтому слава богу я боялась он сейчас скажет нет давайте залазите в камеру давайте это все удаляйте а я каждый раз боюсь удалить лишнее то есть допустим вчера я снимала да материал а вдруг его случайно удалю то есть ну блин это обидно вот но потом я уже шла у меня уже было такое плохое настроение что мне не дали поснимать то есть я пришла в этот магазин специально чтобы поснимать для вас маечки вот там интересные всякие ну периодически так вот появляются интересные маечки там всякие кофточки там при этом был завоз новый то есть вот я хотела поснимать но я смотрю уже за мной по пятам там ходит женщина другая уже за мной там смотрит чтоб я там что-то уже чувство по пятам где-то там рядом кто-то ходит вот у меня прям кардинально изменилось настроение причем я кстати хотел еще там у них купить джинсовую куртку сейчас продают джинсовую куртку и сзади у них капюшон такой ну разных цветов бывает я хотела там купить я узел там за тысячу в прошлый раз они уже цена поднялась за две недели до полторы я не стал пройти так была обижена на этот магазин что мне вот так запретили что я не стала уже думала камеру держать непривычно рукой там сзади все находится вам на это тоже интересно посмотреть тут часы и вот стоят розетка это фото воина вот короче вот так вот вчера сегодня иду снова сегодня с утра я хотела ехать в ашан но я долго поспала пока я проснулась что-то с трудом так сегодня просыпалась короче меня время уже уже второй час доходит но естественно я подумал что я в ашан не поеду потому что там кучи просто магазинов и я просто не успею их пройти за пять часов или вот там вот то есть до самой ночи же они работают еще мне вечером надо успеть уехать домой и кстати туда вот именно в космопорт от меня транспорт почти никакой не ходит прошлый раз мы с ездили а ездили на такси по моему я доехал по моему такси даже вызвала так взяла на сэлфи панку камеру мне так держать удобнее вот вчера мы с вами немножечко так погуляли сегодня надеюсь что что поснимаю все таки я очень на это надеюсь потому что мне нравится снимать и в магазине конечно же я немножко все равно стесняешься опять снимать магазин то есть если я в прошлом году еще часто снимала я помню то в этом году за то что постоянно сидишь дома короче это какой-то получается как барьер через который переступить очень очень сложно постоянно кажется что сейчас просто меня там где-нибудь поругают магазине об руках хотя я знаю что я как не подросток какой-то не ребенок который можно подойти и просто наорать нам поругать то есть я знаю то что ко мне просто человек подойдет и скажет здесь видеосъемка запрещена вы конечно я уже для себя как бы проговорила о том что что я скажу то есть то что у меня там действительно плохая память и мне нужно записать чтобы вот это все за это действительно так то есть я не вру в принципе я врать не люблю но это действительно вот так вот у меня стало со временем не знаю почему ну знаете честно говоря у меня в детстве замечаю то что родители всегда говорили что у меня плохая память мне родители об этом всегда говорили и как бы я в это верил и я знала что у меня плохая память но сейчас я запоминаю я вспоминаю что в принципе память была довольно хороший то есть я училась на пятерке по некоторым предметам по некоторым вот то есть раз я училась на пятерке значит у меня память была более-менее потом сейчас уже ближе к старости ближе к старости она уже конечно становится плохая так ведь короче я собралась уже время время 2 ровно у меня еще ну ладно такие вот хотела штанишки потому что я пришла к маме вообще очень легко одета сегодня холодно это вообще мамины сорок четвертого кстати размеры они сорок четвертого а у меня сорок шестой но они влезли решила это блин ну зачем я пошла на балкон зачем я пошла на балкон вот спрашивается я увидела что на улице дождь блин на улице короче очень холодно у меня кофточка очень тонкая вот конечно можно было бы конечно зайти ко мне домой я здесь потеплее но завтра уже будет жара блин вот на это на все смотришь и думаешь блин неужели завтра уже будет плюс 30 мне честно говоря даже вообще не верится в этом поладрыга вообще не верится что завтра может быть тепло такой дождь холод просто кошмар и завтра плюс 30 вообще не верится вот честно не знаю что делать не хочу сидеть дома вообще не хочу дома сидеть и с другой стороны мне честно говоря у меня белые кроссовки мне их просто жалко жалко выходить я думала вчера в коде купить какие-нибудь уже на осень обувь я ничего вообще не нашла все основном белое а черного цвета очень мало и такой вот как бы ну я думал какие-то кожаные такие черные кроссовки но красивые кожаные вроде сейчас все возможно в жизни я надеялась то что возможно но нет ну как вы заметите вы заметили я вышла на улицу была я уже в одном магазине одежда что короче куртку которая хотела но она очень высоко висела и конечно же как всегда рядом никого не было никого не нашла плюнула ушла очень-очень долго кого-либо дожидаться ну так кстати маняча такая прикольная но и где-то похоже на подростковую поэтому я сомневалась здесь короче сильный ветер я надеюсь что у меня идем смотрите дорожки сделали как стало красиво 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 только теперь с тележкой надо в обход обходить раньше мы тут заворачивали нам с этой стороны ближе было что-то там остановка дождик закончился наконец-то кстати ветер довольно сильный но его больше слышно чем видно и тут газон наверно будет смотрите какой сильный был ветер в магазине да в одежду я пошла так пицца 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 у нас сегодня мы пиццу кушаем снова мясная сушь как она пахнет обалденно сегодня кстати другая была ну смотри тоже классно аааа смотри смотри снимай Не, нельзя это снимать. Нельзя это снимать. Или потому что это алкогольный напиток? Да, да, да. Потому что потом меняют комментарии.